Исследовательская яхта «Альцер Эго» вернулась из путешествия к земле Франца Иосифа. Погода внесла свои коррективы в план экспедиции, которая продлилась практически два месяца. Наслед легендарной святой Анны так и не вышли, зато обнаружили останки другого судна. Подробности у Ирины Ремезовой. Поиски легендарной шхуны святая Анна, затонувшей в 1914 году, начались 7 лет назад. История покрыта завесой тайны, большая часть членов экипажа так и не была найдена, а выжить удалось лишь единицам. В 2010 году исследователи обнаружили останки одного из моряков, его личные вещи и дневник. По сей день эти находки являются единственным материальным доказательством того, что экспедиция святой Анны трагически завершилась именно там, у северного побережья земли Франца Иосифа. Даже в хороший год, с хорошей ледовой обстановкой, очень много как больших, так и маленьких айсбергов. И обстановка навигационная, сложная, еще и потому, что течение. Места для якорных стоянок крайне ограничены. К леднику, конечно же, не пришвартуешься. И все это в дополнение к очень плохой видимости. У нас было пару дней с хорошей погодой, так что было прямо солнышко. Все остальное было в условиях еще и ограниченной видимости. В этом году погода внесла свои коррективы. Яхта «Альтер-Эго» предприняла три попытки пробиться к северу Архипелага. Но дрейфующие ледяные глыбы сковали воду. Тяжелые погодные условия вынудили экипаж большую часть экспедиции привезти в южной части группы островов. Однако это неожиданно принесло свои плоды. Мы увидели и нашли судно английского исследователя Бенджамина Ли Смита, судно «Эйра». Члены экипажа яхты «Эйра» в далеком 1881 году также проводили научную экспедицию. Ее возглавил Бенджамин Ли Смит, шотландский яхтмен и исследователь. В середине августа шхуна отправилась к мысу «Флор», где встала на якорь, а команда отправилась на сушу собирать данные для исследований. Никто из членов экипажа не ожидал того, что произошло. Лед, который окружал судно, неожиданно пришел в движение, надвинулся на яхту и нанес повреждения, из-за которых она затонула. Команде удалось спастись, но вот ценные дневники, бумаги и образцы пошли на дно. До сих пор исследования Ли Смита этих южных островов актуальны. Это базовая отправная точка для того, чтобы знать, что происходит с этими островами. Команда яхты «Альтер-Эго», которая в воле случая оказалась в районе залива «Флор», использовала эту возможность, чтобы проверить свои предположения. При помощи эхолокатора они исследовали дно, где предположительно затонула эйра. На глубине 20 метров был обнаружен сигнал. Чтобы проверить свои догадки, провели подводную съемку портативной камеры, и информация подтвердилась. На песчаном дне действительно находится деревянный артефакт с габаритами 10 на 50 метров. В этом году мы не планировали поиск, но так получилось, что у нас северная оконечность выпала из нашего графика. Непогода нас загнала именно в эту бухту, именно в это время. Естественно, мы помнили эту всю историю, поэтому с помощью имеющейся на борту оборудования не могли не попробовать. Помимо поисковых работ, команда судна также провела экологический рейд, сделали анализ загрязненных участков. Результат шокировал даже экологов. К сожалению, констатировать должны, что ни один остров, к которому подходила яхта, не оказался свободен от пластика. Будь то южные берега, где, понятно, они самые экспонированные открыты морю, это ожидаемо. Поднимались наверх, заходили в центр архипелагов, какие-то укромные местечки, укромные острова, и везде был мусор. Дальнейшую судьбу обнаруженной эйры будут решать эксперты-археологи, а команда «Альтер-эго» в следующем году вновь отправится на поиски святой Анны.